Я уже упоминал эту историю на одном из стримов, но поскольку стримы могут посещать не все, то я хотел бы запечатлеть это в ролике. Вообще у меня много пожарных историй, начиная с лет пяти, когда игрался в бабушке в доме со спичками, поджигая концы скатерти на столе, заканчивая домиком из досок, в котором забыл потушить свечку. Надо было идти на пожарника, походу. Ну, как вы понимаете, в МЧС мне местечко не нашлось, потому все, что я могу сейчас делать, это рассказать вам историю жизни, чтобы, глядя на эту ситуацию со стороны, вы понимали, насколько опасным бывает халатное отношение с огнем, будь то маленькая спичка или непотушенная свеча. Как только соберем на этом ролике 10 тысяч лайков, расскажу еще одну историю, связанную с пожаром. В то время, когда свободного времени маловато, а хочется во что-то поиграть, я запускаю World of Tanks. Тут бои всего по 5-7 минут, а эмоций больше, чем в некоторых играх за час. Если вы еще не играли в танки, советую попробовать. Игра обновилась, и теперь вы можете наслаждаться крутейшим графоном даже на слабом ПК. А ссылочка с бонусами будет в описании. Будучи подростком лет 13, мы часто с корешами собирались в компанию и катали в футбол прямиком на поляне недалеко от моего дома. На одной стороне было два дерева, которые служили для нас воротами, а на другой — стена сарая моих соседей, которые мы благополучно разрушали ударами футбольного мяча. В нашей компании было много ребят, и летом было достаточно свободного времени, чтобы собраться и поиграть в футбол. Но понятие свободного времени касалось многих моих ровесников, но только не меня. Родители, дабы я не страдал херней, находили мне занятия в любом случае, будь то домашнее хозяйство или бытовуха. И уж поверьте, скучать мне не давали. В тот день я вырвался в компанию друзей, чтобы поиграть в футбол. И на самом эпичном моменте, когда мы только разыгрались, с моего двора доносится голос мамы. Ростик, иди выше помогать! Все такие, ва! Давайте, поиди, помогай, мы тут еще поиграем, тебя подождем. Я, свесив голову, петляю домой, недовольный, чтобы помочь маме по дому. В тот день мама решила заняться домашними делами и вскрыть фундамент смолой, поскольку после зимы выглядел он весьма посредственно. Я, конечно, не особо горел желанием помогать, но не мог себе позволить, чтобы мама елазила смолу щеткой, когда у нее есть сын, который может взять это обязательство на себя. Пришел домой, взял смолу, небольшую бочку, канистру бензина убать с гаража и начал разжигать огонь прямо во дворе, чтобы растопить смолу и в итоге покрыть ее и фундамент. Чтобы вы понимали, смола это самое доступное антикоррозионное средство от того времени, и эту процедуру мы проводили не так часто, но так уж совпало, что мне пришлось заняться растопкой самостоятельно, а пока мама занималась там другими делами по дому. Пацаны играли в футбол недалеко от моего дома в то время, пока мне приходилось работать, и то чувство безысходности, когда ты понимаешь, что сейчас как минимум на два часа ты обречен на трудотерапию. Ха-ха-ха, хотелось побыстрее закончить работу и отправиться играть в футбол. В принципе, растопить смолу можно было и на металлической печи, которая была у нас во дворе для технических нужд, но стояла она недалеко от вольера, вблизи еще была одна деревянная пристройка, я опасался, чтобы в случае, если вспыхнет пламя, пожар не перешел на деревянные постройки. Потому решил во дворе, прямо возле ворот, разжечь на кирпичах отдельный костер, на котором я мог бы растопить смолу. По правилам, в принципе, нужно растопить смолу полностью, а потом, только сняв бочку с огня, добавить в растопленную смолу бенз и размешать до нужной консистенции. Но поскольку я торопился на футбол, я прямо с канистры подливал бенз в бочку со смолой, тем самым размешивал эту смоленую смесь на открытом огне. Иногда языки пламени поджигали пары бензов в бочке, но я тушил их простым способом, просто накрывал бочку плотной крышкой. Но как ни крути, спешка сыграла со мной злую шутку, отчего чуть не загорелся весь сарай с технической пристройкой. Смола на огне плавилась утомительно долго, а так хотелось пойти поиграть в футбол. Я подливал бенз прямо в бочку с 20-ти литровой канистры, цыка отчаянный пацан. Пока мама занималась бытовыми делами по дому, растян чудил на улице там невиданную дичь против всех правил пожарной безопасности. И тут случайно с канистры я проливаю бенз мимо бочки со смолой. Буквально в секунде воспламеняется сначала самая бочка со смолой, а потом пламя доходит и до самой канистры с бензином. Прикинь, у меня в руках начинается гореть 20-ти литровая канистра с бензином, которая наполнена почти под горло. Вместо того, чтобы закрыть доступ воздуха в канистру и тем самым потушить пламя, я испугался того, что канистра с бензином может взорваться. И находясь в неком эмоциональном шоке, я отбрасываю канистру подальше от себя. Бенз начинает выливаться из канистры и мгновенно воспламеняется, отчего начинает гореть уже и смола на костре, и сама канистра с бензином. Во дворе образовался такой клуб дыма, что пацаны, которые играли на поляне в футбол, прибежали ко мне, чтобы помочь тушить пожар. Да, все без исключения руками, ведрами и лопатами носили песок во двор, чтобы потушить пожар. Некоторые пацаны насыпали песок в футболке, чтобы тем количеством можно было хоть как-то воздействовать на пламя. В тот день никто не жалел ни труда, ни времени, ведь главная задача была нейтрализовать пламя и предотвратить пожар. И вот в тот момент я понял, что такое дружеская помощь, и несмотря на опасность, они не разбежались по сторонам, как сейчас некоторые отморозки достали бы мобильные телефоны и начали снимать. В то время, как мне показалось, ответственность была куда выше, да и сострадание чужой беде ощущалось как-то по-своему. За что я и по сей день благодарен своим друзьям. Пожар мы нейтрализовали, пока мама выбежала из дома, мы практически все засыпали песком. С пацанами посмеялись с этой ситуацией, я хоть и с песком, но подхватил смолу, пока она не остыла и пошел обрабатывать фундамент. К большому сожалению, в тот день я так и не успел поиграть в футбол, поскольку пока убрал следы пожара, униз песок со двора, уже и ночь застала. А мораль этой истории такова, спешка порой стает причиной куда более серьезных неприятностей, тем самым заставляя тратить на ее последствия куда больше времени, чем планировалось изначально. Веду к тому, что лучше сделать все взвешенно и не торопясь, чем спешить и разгребать потом последствия. Буду очень рад встретить своих подписчиков в World of Tanks и вместе нагибать вражеские танки. Регаться лучше по ссылочке в описании, там дают реально крутой танк и золото в подарок. А теперь давайте определим победителей, которые получат по сотке. И это IV-11, Домовой и Кирилл Ларионов. Пиши любой комментарий, ты автоматически становишься участником розыгрыша уже в следующем ролике. Что ж, друзья, а сигны в этом ролике получают Белек Монгуш, Влад Искра и Артем Затула. Делай репост этого ролика у меня на странице ВКонтакте или просто на Ютубе и получай сигнульку в следующем. Короче, до скорого. Растян 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 Растян